Библейский портал экзегет.ру представляет Девятый псалом, читаем его в переводе Российского библейского общества для библейского портала Экзегет. Ну вот этот самый девятый псалом, он на самом деле в еврейской Библии он два псалма, девятый и десятый. Но русский перевод и этот перевод арбовый, синодальный и другие переводы обычно следуют греческой традиции, традиции септуагента, где это один девятый псалом. Это более верное на самом деле разбиение на части, потому что в оригинале этот псалом написан Акростихом. То есть каждая следующая часть, стих в нашем нынешнем делении начинается с новой буквы алфавита. А, Б, В, Г, ну по-еврейски Альф, Бет, Гиммл, Далед и так далее. Поэтому мы просто видим, что нельзя выделить пополам, как это делает еврейская Библия. Странно, вот еврейская Библия видит, что это в еврейском есть, но тем не менее не обращает на это внимания. А греческая традиция, если рядом за ней славянская и русская, обращают. Ну так бывает. Но деление на псалмы, оно, конечно, не абсолютно так же, как и деление на главы в других книгах Библии, потому что во многом это все-таки некое единое действие, пусть и поэтический текст. Ну и этот псалом тоже имеет подзаголовок, как многие из них, начальнику хора, напев Алмут Лабен, псалом Давида. Опять-таки манера исполнения или места в богослужении, мы об этом точно ничего не знаем. И отсылка к Давиду то ли как к автору, то ли как к лирическому герою, то ли как к основателю традиции. Ну давайте прочитаем его, он довольно большой, сравнительно с предыдущими псалмами. Вот псалмы мы читаем целиком, потому что они очень поэтичные и красивые, а потом возвращаемся к некоторым местам для комментариев. Всем сердцем я славлю тебя, Господь, возвещаю твои чудеса, и ликую, и радуюсь о тебе, воспеваю имя твое Всевышний. Обратились враги мои вспять, пред тобой упали, погибли. Так ты тяжбу мою решил, суд совершил, ты воссел на престоле, судья справедливый. Усмирил ты народу, уничтожил злодеев, стер их имя на веки веков, больше нет врага, лишь руины на век. Ты города их не зверг, и память о них не осталась. Вечно будет царить Господь, для суда он воздвиг свой престол, он будет справедливо судить весь мир, народом вынесет приговор, а гонимому будет опорой Господь, оплотом во время беды. Ты, надежда для знающих имя твое, ты не покинешь зовущих тебя. Славьте Господа, восседающего на Сионе, возвещайте народам деяния его. Он припомнит убийцам пролитую кровь, не забудет стоны бедняков. О Господь, помилуй меня, посмотри, как терзают меня враги. Вырвай меня из врат смерти у ворот Иерусалима, я прославлю тебя, возликую, что ты меня спас. Народы вороли яму и пали в нее, и запутали в своих же сетях. Так стал явным Господний суд, злодей попался в свою западню. Пауза, музыка. Пусть в мир мертвых уйдут злодеи, все народы забывшие Бога. Не навсегда бедный забыт, не навек лишены надежды бедняки. Поднимись, Господь. Да не превозмогут люди, пусть предстанут народы на твой суд. Ужасом их порази Господь, чтобы знали, что они всего лишь люди. Музыка. Господи, почему ты далеко и в час беды скрываешь свой лик? Бедняка преследуют наглые злодеи, да угодит он в свою же ловушку. Нечестивец похоть свою воспевает, алчность благословляет, а Господь он хулит. Он глядит свысока, отвечать не придется, Бога нет, так думает он. Он успешен во всех делах, твой суд от него далек, а врагов своих он презирает. Думает он, я не пошатнусь, не узнаю горе вовек. На устах лишь проклятие, ложь и зло, на языке беда и обман. Во дворах в засаде таится он, в тайном месте невиновного хочет убить, высматривает, слабого подстерегает. Притаился в засаде, как в чаще лев. Притаился, несчастного хочет поймать и поймает его в свою сеть. Набросится на него и слабый падет, станет жертвой силы его. Злодей думает, что забывчив Бог, дескать, отвернулся он, ничего не видит. Встань, Господь, подними руку Божьей, обездоленных не забывай. Почему Бога хулит злодей? Думает, к ответу ты его не призовешь. Но ты смотришь, ты видишь и горе, и боль, ты воздаешь за все своей рукой. Тебе вверяет себя бедняк, ты помощник-сирот. Сломи силу злодея и нечестивца, пусть исчезнет он без следа. Господь царь во веки веков. Чужеземцы да сгинут с его земли. Чай не бедных, ты слышишь, Господь, их сердца ободри. Внимли, за нищих и сирот заступись, пусть не станет притеснителей на земле. Мы видим, что действительно довольно логично этот псалом делится на две части. Но между ними можно и найти много единства. То есть первая часть – это похвала и благодарность. Вот в восьмом псалме мы говорили о том, что псалмопевец вспомнил о величии Бога. Не то, что он забыл о нем, но как-то вот стало временно неактуальным. А здесь он говорит, да, Господи, я славлю тебя, я благодарю, со мной что-то произошло очень важное. А вторая часть – это про злодеев, про забывших Бога, о том, как они о Боге не помнят. И развитие, тем не менее, вполне логичное. Он начинает с того, что я славлю тебя, я ликую, радуюсь о тебе, обратились враги мои вспять, ты тяжбу мою решил, суд совершил. То есть вот та молитва, которую мы видели в предыдущих псалмах, она здесь уже понимается как исполненная. То есть эта помощь на самом деле пришла. «Усмирил ты народы, больше нет врага, города их не зверг, памяти о них не осталось, вечно будет царить Господь, гоним ему будет опорой Господь, ты надежда для знающих имя твое, славьте Господа». И вдруг после этой благодарности новая серия просьб. Но сначала он припомнит убийцам пролитую кровь, не забудет стоны бедняков. То есть еще это не состоялось, хотя только что мы читали об этом как о совершившемся. «О, Господь, помилуй меня, посмотри, как терзают меня враги, вырви меня из врат смерти». То есть все на самом деле плохо? Как это? Только что все было хорошо, и вдруг все очень плохо. «У ворота Иерусалима я прославлю тебя, возликую, что ты меня спас». «Народы вырыли яму и пали в нее, запутали в своих же сетях, так стал явным Господний суд, злодей попался в свою западню». Так плохо или хорошо? А вы знаете, а как в жизни? Вот есть, наверное, у нас у всех опыт победы над врагами-недоброжелателями. Ну, может быть, какие-то очень смешные такие полудетские опыты, да? Двойку в школе поставили несправедливо, а потом учительница извинилась, да? Ну, или что-то подобное. Но, тем не менее, мир-то от этого не перестал быть местом, где творится зло, угнетение, несправедливость, притеснение. И вот этот наш опыт частных, пусть очень маленьких, побед добра, он очень важен. Вот с самого детства нам его внушают в сказках, и он нам дает возможность поверить в то, что это произойдет когда-то в масштабах всего мира. Но это не так просто. И вот вторая часть ровно об этом, да? Это такой мировоззренческий, созрицательный псалом. «Пусть в мир мертвых уйдут злодеи, поднимись, Господь, да не превозмогут люди, пусть предстанут народы на твой суд. Слишком много этого зла в мире». И дальше он описывает, что конкретно. «Бедняка преследует наглость злодеи, похоть свою воспевает, толщинасть благословляет, а Господа он хулит». Вообще, атеистов тогда было довольно мало. И когда он говорит, отвечать не придется Бога, нет, может быть, имеется в виду не то, чтобы какой-то атеизм в смысле полного отрицания, хотя, может, и он, сколько вот неготовность увидеть присутствие Бога в этом мире. Вот для меня лично Бога нет, для меня и так все хорошо. И он успешен во всех делах, твой суд от него далек. Книга Иова долго и подробно и развернуто это все приводит. А здесь такая мелкая заметка. Вот вы знаете, бывают такие люди, негодяи и мерзавцы, а у них все хорошо. Но Иов бросает Богу обвинение, говорит, Господи, как же так, это же ты так устроил, кто же еще мог. А псалмопевец говорит, ты посмотри, ты посмотри на него, он думает, я не пошатнусь, на устах проклятия ложь и зло, он в засаде, как в чаще лев, набросился и слабый падет. Злодей думает, что забывчив Бог, встань, Господь, подними руку твою Божию. То есть для псалмопевца нет сомнений, что Господь вмешивается в жизнь в этом мире. Просто ему хочется, чтобы поскорее. Но мне тоже хочется, я столько зла вижу вокруг. Ну вот хорошо бы Бог послал своих ангелов, они немедленно бы всех злых наказали. Ну меня желательно наградили, я же хороший. Вот псалмопевец сейчас немножко так рассуждает, нам уже самим смешно, да, наверное, от того, как я это сформулировал. Но, тем не менее, он не говорит, как Иов, Боже, тебя в этом всем нет. Наоборот, он упоминает нечестивца, который так говорит. Но ты смотришь, ты видишь и горе, и боль, ты воздашь за все своей рукой. Тебе вверяет себя бедняк, ты помощник-сирот. Может быть, это отчасти и ответ на вопрос, почему это все не происходит сразу и быстро. Представим себе мир, где любое зло немедленно наказывается, да. Вообще, это жесткий мир, это мир немножко такой садистский, да. Вот представим себе даже ребенка любого, он там что-то нашалил, его тут же наказали, он там получил оценку, три с минусом, допустим. Да, старался, но просто не удалось. Его опять наказали, опять, да. Вот это будет очень тяжелое детство, к сожалению, бывают такие семьи. А вот ты смотришь, ты видишь, ты воздашь за все. Просто, ну, не всегда так быстро это бывает. Просто, как в предыдущих псалмах, псалмопевец немножко сомневался, да, он говорил, что, может быть, со мной что-то не так, я что-то неправильно сделал, тогда, Боже, ты меня накажи. Вот этот суд Божий, он может медлить, он может приходить не сразу, но это значит, что об этом надо просить. И он говорит, слами силу, нечестивцы и злодея. Почему? Потому что Господь царь во веки веков, чья не бедных, ты слышишь, Господь, за нищих и сирот заступись, пусть не станет притесних и на земле. То есть, когда-то это все должно прийти к такому вот благому равновесию, да, когда зло будет наказано, добро вознаграждено, а слабость и нищета, они будут поводом для того, чтобы защитить человека. Но пока все это не состоялось, пока остается жить вот в том мире, как он устроен. Сейчас просто этот псалм, это такое яркое устремление. И в этом смысле он вполне абсолютно един, он начинается с благодарности, с признания того, что Господь уже все это сделал, завершается тем, что вообще-то Господь этого не сделал, и хотелось бы, чтобы поскорее, да. Но в этом противоречия нет, потому что для псалмопевца время – это такой естественный, разворачивающийся вот в хронологии процесс, когда это уже состоялось, но мы еще этого не видим. Да, вот это наказание от Бога, это восстановление справедливости, вот в каком-то надмирном пространстве, в вечности, оно уже состоялось, и мы просто просим о том, чтобы эта вечность поскорее стала нам открыта, когда первые христиане будут говорить «мара на фа», они будут говорить ровно это самое. И в 10-м псалме эта тема продолжится так очень лично и очень кратко, псалмопевец снова скажет примерно те же самые слова. Продолжение следует...